Вокруг вождя фонтан и клумбы. Городская мэрия всерьез задумалась о благоустройстве площади Ленина. По мнению муниципальных властей, эта общественная территория находится не в лучшем виде. Для решения этой проблемы решили привлечь студентов Ивановского художественного училища. Они разработали оригинальный дизайн проекты. Было очень интересно, потому что мы работали не на корзину, а работали именно на конкретное место. И самое было неожиданное, что начнется обсуждение этих проектов. Мы на это просто не рассчитывали. Мы выполняли очередной курсовой проект. Перед студентами поставили задачу вписать в конструктивистскую архитектуру города современный урбанистический дизайн. В центре площади хотят установить сухой фонтан, то есть без резервуара для воды. Не забыли про зеленые зоны и скамейки для отдыха. Оригинальность может быть заключается в том, что в освещении. Допустим, при ночном освещении сами фонтаны с подсветкой идут, оранжевого оттенка. И это создает такой уют, комфорт. То есть на площади можно будет даже романтические свидания проводить. После презентации лучших проектов на площади Ленина общественные обсуждения переместились в художественное училище. Там студенты вместе с ивановскими чиновниками обсудили тонкости реализации амбициозного проекта. Задача, уверяет власти, не просто благоустроить для галочки, а сделать по-настоящему комфортную городскую среду. С 11 января по 9 февраля у нас проводится сбор заявок на общественные территории. На настоящий момент поступила одна заявка от художественного училища по объекту общественной территории, площадь Ленина. Сегодня мы выехали посмотреть, как это будет выглядеть в натуре. И решили провести общественные обсуждения вместе со студентами, с разработчиками тех предложений, которые подали по этой территории, выслушать их мнение, как они видят это. Средства на благоустройство планируют получить по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Какие именно территории облагородят, решит голосование. По неофициальной информации, выбрать, куда конкретно потратят деньги, ивановцы смогут 18 марта. Максим Серебряков, Антон Осипов, ФРТВ, Иваново.